В этом ролике я вам покажу, почему мы остались одни из компаний, также покажу новую систему обмена, ну и конечно же мы сделаем несколько рейсов и оценим новую систему Nitro. Поэтому видосы обещают быть интересным, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал, давайте на этом ролике покажем очень хорошую активность. Ну а для тех, кто еще не играет на проекте Музин Холиплей, конечно же есть бы промокод, вводите промокод Палканов на любом сервере, качайте уровень и получаете 450 тысяч. Давненько не было будни дальнобойщика, поэтому это будет что-то подобное, только намного лучше и интереснее, поэтому присаживайтесь поудобнее, берите себе покушать, попить. Всем желаю приятного просмотра, тем кто кушает, приятного аппетита, смотрите видео от начала до конца и покажите реально хороший активчик. Все, полетели пацаны, смотрим интересный прикольный видосик. То есть за сегодня только рейсы катали мы пацаны, то есть другие компании не работали. И давайте я вам покажу, какие остались в принципе компании. Да, осталось пацаны всего три компании вместе с нами. Пишем команду GPS, компании и смотрим. Получается, остались Морозы, это старая компания, остались мы и остались Северы, это тоже старая компания. Ну и вот два таксопарка. То есть пацаны, реально осталось просто три транспортной компании. То есть все остальные находятся в госе. И если честно, я в шоке, потому что я давно такого не видел. То есть реально просто нету конкурентов. Да, как бы Северы и Морозы, они такая не будут продавать в любом случае. То есть как бы это просто старая, знаете, фома, компания, типа, которые уже давно были до нас. То есть они уже давно занимались компаниями. И продавать они их не собираются. Либо они ждут пока мы уйдем, либо еще что-то. Но видите, то есть у них компании уже очень давно. Когда мы еще пришли, у них компании были. Но они их почему-то не продают. Ну а мы именно занимаемся. Я вот каждый день как бы наборы делаю. У меня есть хорошие заместители, которые тоже занимаются компанией. И у нас, конечно же, есть премии. То есть, пацаны, да, мы остались одни. Но премии я убирать не буду. Потому что я не хочу, убирав возможность, людям заработать. То есть, да, по сути, если бы я убрал премии, я мог бы больше зарабатывать. Я это как бы не отрицаю. Как бы я ценю труд. Я ценю, как бы, работу своих людей, которые мне работают. И как бы я не буду премии убирать. Премии в любом случае останутся. Я предлагаю посмотреть, пацаны, сколько наша компания заработала за все время. И сколько мы сделали рейсов. Получается, за все время мы заработали 82 миллиона рублей. Это, на самом деле, очень много. 90 тысяч рейсов, пацаны. Прикиньте просто. Наша компания сделала за чуть больше, чем 2 месяца. Я накатал за все время 7 миллионов рублей. Это с 5%. Также хотел бы выразить огромную просто благодарность моему заместителю в компании. Это Мия Морган. Ей прям отдельный просто респект. Ей огромное спасибо. Потому что, ну, она реально очень сильно помогает. То есть, она делает наборы. Она чистит компанию. Завозит топливо. Там, следит за всем. То есть, ей очень большое спасибо. Вот, Мия Морган, если ты смотришь. Маша ее зовут. Тебе большое спасибо. Просто. Реально. Это очень хороший заместитель. Очень хороший человек сам по себе. Поэтому, ей реально очень большое спасибо. Без нее реально было бы тяжко. Ну, что ж. Я думаю, я вам, в принципе, и объяснил, почему мы одни остались. Теперь давайте обсудим обмен наград. Я думаю, это самое интересное. Потому что, как бы, когда вышла обнова. Я думаю, все это помнят. Я даже пост себе сделал в группу. То, что когда вышла обнова. Очень жестко порезали обменник, пацаны. Прям, ну, пиздец был. То есть, за 100 тысяч было 9 наград. Но, наконец-то, пацаны. Наконец-то. Просто я рад этому. То, что они решили, там подумали. И сделали хотя бы 5 наград. То есть, я говорил про 6 наград. Они сделали 5 наград. Но, им реально за это очень большое спасибо. Потому что, ну, я говорил то, что это нелогично. 9 наград. Потому что в сутки можно заработать 8 наград. И то, что они сделали 9 наград. Это было реально просто, ну, ни о чем. Это было нелогично. А вот 5 наград, это нормально. Да, конечно, раньше фарм был намного лучше. Намного жестче, чем сейчас. Ну, в плане, получается, наград. Раньше сотка, это было 3 награды. Да, все-таки немножко порезали. Я не спорю. Но не критично, пацаны, всё равно, в любом случае, с этого можно зарабатывать. И я рад, что они поняли, что компанией заниматься не так уж и легко, пацаны. Возможно, сейчас у нас нету конкурентов, и мы будем забирать все награды, но в любом случае, рано или поздно, кто-то появится и будет нам мешать работать. Без этого никак, как бы. Мы уже существуем долго, мы уже перешили много компаний, но в любом случае, рано или поздно, кто-то придёт новенький. Много кто из моих пацанов, которые мне всегда помогали, ушли, то есть у меня нет того состава, какой был раньше. Я планирую дальше заниматься компанией, да, говорил о том, что я хочу себе купить там бизнес на лето, но пока что, пацаны, это не получится. Если мне будет никто мешать, если всё будет хорошо, мы будем забирать награды, нормально, то, возможно, в июле я уже куплю себе какой-то бизнес. Но, чтобы купить более-менормальный бизнес, нужно накопить 400-500 наград. Поэтому, пацаны, следите, посмотрим, что из этого получится, но пока что, как вы видели, конкуренции нету вообще, то есть её ноль. Но, в любом случае, пацаны, как мы знаем, рано или поздно, кто-то появится. В любом случае, но, чтобы заниматься компанией, нужно, во-первых, много денег, много времени и много сил. Хороший состав и хорошие заместители. Ну, что ж, теперь займёмся самым интересным, именно будем резко катать, пацаны, с новым тросиком, это прям имба просто. Я думаю, многие уже оценили, то есть третий чип Nitro-газон, пацаны, он и так был имбовый. Он стал ещё лучше, потому что теперь, пацаны, новая система Nitro, и с ней катать, пацаны, это просто удовольствие, реально. Это такой кайф, когда ты просто можешь в любое время, когда тебе нужно, подрубить Nitro-газон. То есть, раньше приходилось там заходить в интерьер, чтобы появлялась Nitro. Оно у вас там пропадало. Когда нужно, у вас его не было. Но сейчас, пацаны, это прям кайф просто, это просто кайф. Провезём пару рейсиков, чисто кайфанём, попиздим там туда-сюда. Прям, опа, Nitro-газон подрубил, всё, полетело просто. Ракета, реально, ракета. Было бы неплохо, на самом деле, если бы в новом обновлении, там, в ближайшее время, добавили бы новые точки для дальнобойщиков. Потому что, ну, по тем же самым точкам, на самом деле, надоело ездить. И было бы неплохо, если, допустим, там, в Южный бы добавили новую точку. Либо в Лыткарина. А лучше туда и туда. Было бы реально прикольно. Потому что у нас есть Бусаева 1, Бусаева 2. Арзамас 1, Арзамас 2. Было бы неплохо, если было бы Лыткарина 1, Лыткарина 2. Южный 1, Южный 2. Мне бы, на самом деле, было бы интересно ещё поездить на Магнуме с Nitro. Потому что я ездил только на газоне. Потому что у меня есть только газоны. А на Магнуме я не катался. И было бы неплохо, знаете, затестить его с Nitro. Мне кажется, он тоже такой имбовый стал, более-менее лучше. Магнум, конечно, сам по себе это неплохая фура, неплохой тягач. Но в любом случае, конечно, газон будет имбовее и лучше для заработка, для скиллатом и так далее. Хоть у меня, пацаны, есть газон, но я всё равно люблю покататься с прицепом иногда. Поэтому, возможно, потом в дальнейшем я себе куплю Магнум, когда у меня будут там лишние деньги. Потому что сейчас у меня в приоритете купить себе Х5М. На самом деле, было бы неплохо, если бы давали возможность увеличить сейчас лоты, как в таксопарке. Допустим, там 70-80 лотов. То есть, это было бы реально неплохо. Чтобы это можно было делать за награды. Потому что есть много желающих нам в компанию, но нету столько мест. Всего 45. Было бы неплохо, если бы можно было сделать хотя бы 60, либо 70. Это было реально бы круто. Просто в том прикол, что в таксопарке всего 2, а компаний там около 12 штук. Было бы неплохо, кстати, если бы они компании эту убрали. Потому что такого сейчас спроса и ажиотажа в принципе нету. И по сути, компании просто так занимают площадь, понимаете, на карте. Да, конечно, я уже охуел. Да, я типа такой, да, давайте, ебать, компании уберите. Да, давайте, слоты сделайте. По сути, если зайти на любой сервак, там много компаний в гости будет. Я в этом уверен. В этом нет никакого смысла. Их можно просто убрать. То есть, некоторые компании можно просто там, некоторые переместить, некоторые убрать. Ну, просто 12 компаний, это реально, пацаны, много. Даже сами подумайте, когда вы в последний раз видели, что забиты все компании. Такого не было, пацаны, уже, ну, года 2, наверное. То есть, сейчас такого нет и не будет, пацаны, никогда. Рыбалка, есть другие работы. И компания сейчас не такая прям прибыльная, актуальная, чтобы ей заниматься. Я, как бы, люблю дальнобойщики. Мне нравятся кататрейсы. Как бы, я хочу накопить на бизнес. Поэтому, в любом случае, я буду заниматься компанией. Потому что, ну, во-первых, это, да, заработок. Во-вторых, это просто мне нравится. Возможно, я, конечно, очень много хочу. Но, по сути, я думаю, я прав. То, что компании можно убрать. Оставить там, не знаю, 6 компаний. Я думаю, их хватит с головой. Потому что, ну, вы можете даже сами посмотреть, что у нас всего 3 компании. Возможно, какая-то еще одна компания появится. Но это максимум. Мне кажется, 12 компаний могут появиться только из-за того, если будет онлайн по 1000. Понимаете? Тогда, в принципе, будет такой большой поток людей. И, возможно, кто-то будет создавать компанию. В моих планах, на самом деле, вкачать 110 скилл я прям очень-то хочу. Прям очень сильно хочу. Потому что меня очень карит, когда я приезжаю. И там есть рейс 110 скилла. И он один, понимаете? Вот кроме этого рейса ничего нету. И ты такой стоишь, ебать. И не уможешь ни хуя сделать просто, блядь. Это реально карит. И я хочу себе вкачать 110 скилл дальнобойщика. Чтобы я мог брать такие рейсы. Да, понятное дело, там, 120, конечно, я не вкачаю. Ну, в ближайшее время. Возможно, там, когда-то, через год, ебать, через два. Может быть. Может быть, пацаны. Я вкачаю 120. Да и 110, пацаны, как бы, сделать тоже, знаете, это не так уж и легко. Потому что, в последнее время, я не особо много катаю. Наверное, за месяц сделал, видите, 270 рейсов. Как бы, сотку я вообще быстро вкачал. Я сам охуял от этого. Ну, будем думать, будем пытаться, будем стараться. Ну, возможно, как бы, там, в конце лета, может быть, 110 вкачаю, пацаны. Может быть. У меня была задача сотый вкачать до лета. Я, в принципе, это успешно сделал. Насчет 110 ничего, пацаны, сказать не могу. То есть, вообще, даже примерно не могу сказать. Потому что, ну, реально сложно его качать. То есть, если даже в день делать по 100 рейсов, то есть, это один скилл в неделю. 110 я никаким образом быстро вкачать не смогу. Ну, что ж, дамы и господа, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки. И, конечно же, подписывайтесь на канал. В этом ролике я вам рассказал, почему наша компания осталась одна. Какие теперь у нас обмены там и так далее. Также мы поработали дальнобойщиком, как старые добрые времена. Такая была, я думаю, информативная серия. Позитивная, интересная. Поэтому, я надеюсь максимально на вашу поддержку и активность. Ну, а для тех, кто не играет на проекте Мазинхолеплей, все полезные ссылочки есть в описании. Поэтому, заходите, начинайте играть. Можете приходить ко мне на второй сервачок. Я вас смогу принять в семью, в компанию. Помогу, чем смогу. Поэтому, всем, в принципе, буду рад. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.